Итак, мальчики и девочки, мы продолжаем с вами смотреть Эпик Прайм Лигу, у нас тут студия Налитики, все еще Серега вместе со мной обсуждают матчи, которые мы с вами смотрим, а смотрим мы с вами вторую серию, это Флайт Ту Муны против коллектива Сайбер Легаси, и Сайбер Легаси, несмотря на то, что они являются здесь тотальным аутсайдером, все-таки смогли отжать одну карту, как минимум, возможно, вообще всю серию, и вот это, наверное, уже будет просто Unreal жесткая тема, потому что логично, что Флайт Ту Муны является не только победителем первого, точнее, второго сезона, например, паре Матч Лиги, и одним из фаворитов внутри всей СНГ Доты, но и команды, которые сейчас в очень-очень крутой форме, ну а Сайбер Легаси, соответственно, да, из позитива имеют Артика, который явно над драфтил им очень-очень неплохо. Ведущие катки очень балансные и очень грамотные, что дало возможность все-таки им забрать. Сможет ли он это сделать во второй карте, мы сейчас посмотрим, что у меня есть серьезное подозрение, что в основном флайе компании просто не будут сейчас драфтить что-то странное, да, они будут явно уже здесь более отзывчивыми к пикам, противника и думать уже о чем-то лучшем. И у них вообще основные вещи, которые вы можете выделить с точки зрения драфта у Флайта Муна. Она любит в активную доту поиграть, во-первых, это сейчас была пуш дота, да, вот эта попытка поиграть там в современную мету, как раз там поиграть с этими активными, такими пушащими персонажами, но у них еще есть активно гангающие персонажи, там в лице там Эмбер Спирита и вот таких вот парней, как раз не баунти-хантер там для... Алохи. Алохи, да, какие-то там парни, какие-то герои, на которых он бегает, просто уничтожает, а не просто там мешает, там убивает курьеров, там деньги ворует. В общем, они очень активно могут гангать, и как раз, наверное, это из их основных стилей, которые они юзают, поэтому я думаю, сейчас во второй игре мы это увидим, сейчас максимальную игру от них. Я даже думаю, что они считают, что... Максимально темпу ты имеешь. Максимально гангующих. Максимально на драке. На драке чех. Ну да, у нас там... На самом деле я хотел бы увидеть Рубика от Алохи, один из его любимых персонажей. Было бы немного, да. И Снэфайр просто ушла. Ну да, клокверк неплохо было бы. Просто Снэфайр и ушла полностью из мета и драфтов, а мы знаем, что Алохи очень хорошо получалось на бабки играть. Вот, соответственно, хочется теперь уже Никса, хотя, кстати, Никс тоже постепенно что-то куда-то уезжает. Вот, но в рамках, например, драфтов против бейтов они на регулярной фп основе брали себе Никса этого, потому что, опять же, он перекрывает очень большой пул героев и с ним очень удобно раздрафтить. Да, это очень хорошо, что у тебя получилась фраза, что Алохи играет на бабки, а не на бабки. Ну Алохи, на самом деле, Алохи играет на бабки. А вот и бабка. Серега рассказывал очень в первой карте, что вот они цепились в нее с прошлого патча и не отпускают, и она все еще в Собер-Экс появляется. Да, вот и она. Мне хочется обычно какую-то регионку, чтобы... Ну, что-то тормозяешь. Или Марса. Да-да-да. Эдиньгма, я слышал, неплохой герой. Многие тоже стали ее использовать, потому что ты считаешь, ты же в Бэкхолл и заливаешь, что хочешь. Бабка вполне подходит. Ну вот, флай-то-мон, когда они хотят играть серьезно, они всегда начинают с Оракла. У них такая тенденция есть. И, кстати, вот, Собер-Легаси забанили вот этого Эмбер-Спирита, самого их, наверное, активного персонажа. Они могут просто взять ее. И на первую, и на вторую позицию очень круто. Угу. Сейчас посмотрим, что они тут решат на поводу второго пика, потому что в Собер-Легаси уже забрали ДК Снэфайр из суперпопулярных и попсовых герогны. Она не в бане, ее можно взять. Хотя оказалось... Захалтят ли? Ну да, с одной стороны, просто пугну, например, уничтожили. Дредд об этом писал. Ее, правда, по всем параметрам понерфили, а она все еще очень, типа, интересная и классная. Ну, еще не на четвертую. А вот и Эникма, кстати. А вот и Эникма, который ты говорил. Считывал, что с другой стороны появится, но тем не менее. Герой хороший. А потому что сейчас можно же Рубика еще успеть взять. А, Рубик в бане. Ой, ну молодцы, Флайд Вуна сразу. Али против Гигдонова Рубеса. А у тебя и Оракла, и Эникма. Я думаю, еще не найдутся герои, которые сбивают Энигмбл Холл, в том числе в ВКБшке. Можно даже еще на кэри позицию найти, какого-нибудь героя. Типа, например, Вайда, я слышал неплохой герой под Бабк тоже. Бабка, у тебя на линии неплохой стаб. Таким образом тебе приходится стопроцентно ДК ставить мид. Ну или там на крайних тройках на это сомнится. Ну почему нет? То есть опять же у вас закрывающий пик. Просто не показывайте либо Кэри, либо Витера до конца. В чем проблема. Ну так, ну да, там Бэйны всякие разные, Веншфул Спириты. То, что мы привыкли видеть против Эникмы для того, чтобы сбивать и Блэх Волл. И Сайбер Легаси возьмут себе Баунти Хантера. Окей. Ну давай так, пока... Из-за Триллианцер. Да, пока у нас за 3 дня 3 Баунти Хантера, 2 Луз, 1 Победа. Посмотрим, будет ли баланс по итогу этой карты. Но пока... Ну это не выглядит как катка, которую Флотеон хотят поруфлить или типа того. То есть это выглядит как стандартный хороший крепкий драфт от них. Вполне возможно, что Баунти Хантер здесь не заиграет Краскли. Опять же, ты берешь его уже в Оракла. То есть у тебя уже не будет работать в половине драк твоя метка. Не один, кстати, еще Баунти Хантер в Оракла не выиграл у нас. И главное, Сайбер Легаси еще Драгон Найт не двинуть на сайдлейн. Потому что вот все сайдлейн Драгон Найт у нас постоянно проигрывают. По крайней мере в Европе. В отличие от Китая. В Китае совершенно спокойно его реализуют на любой позиции, на мой взгляд. Вот. Если будет 2-0, будет странненько. Тут мы тоже с тобой солидарны. Мы нас ожидаем здесь полноценного Бау-3. Как минимум после первого выигрыша от Сайбер Легаси. И теперь уже Тускар. Тоже хороший крепкий герой. То есть вот тебе ответка, как пробивать ДК будем. Вот тебе крепкая линия получается. Тускай Нигма, например. Причем Нигма, чем хорош герой. Прижил Крепая. Сломал линия на тебя и так давится. Тускар свободен. То есть Нигма с подвижкой ей кайф. Он может бегать по карте и мешать самому же Баунт Хантеру. И нападать на других линиях. Он сможет добрать центр. Из расчета, что Тускар будет с тобой. И в легкой герой, который с Тускар тоже будет неплохо сочетаться. Так. И Сайбер Легаси ответят на Вивера. Вивер, кстати, сейчас очень универсальный герой на любую позицию. Мне нравится их пик. Опять же. Им просто не о чем драться. Вот им на 10-й минуте не о чем драться. Баунт Хантер не боец. Вивер. У него нету чем драться. Снэп Фаер тоже прям там сильно не поможет. И Дрэгонайт это тоже как бы не особо боец, который прям тонны ДПС наносит против них. У тебя и так дамеджа нету. И ты еще против Оракла играешь. Против Оракла и против Таска. Против двух игроков, героев, которые сейвят. Сларк, который будет уходить в ультимейт, на которого есть единственный дизейбл в лице Дрэгонайта. Которому еще нужно подойти, да, и схватить этого Сларка на Дрэгон Тейл поймать. Я не знаю, что это просто не работает. Не в какую сторону. То, что сейчас есть в Сайбер Легаси. Это вот опять же опция, мы выиграем на 62-й минуте, на 70-й просто потому, что будет... Ну, когда будут 5 артефактов из леса, когда мы там продержимся. Потому что до этого у них просто ноль шансов, при этом опять же Энигма. Пусть у него сейчас и половина урона магического, а не чистого, все равно все-все проигрывает просто на ура. Тактим, Сларк, причем есть большая вероятность, что они общие треплои на старте пойдут. И за баунтируны воевать, и героев ловить, и басты возьмут. Чисто из расчета, что если ты сейчас сможешь сделать его фрага, Сларк начнет с плюс ловкостью, чтобы вообще было и жарать для него. С другой стороны, не очень понятно, почему тогда в Сайбер-Легасе цепляется за Снэфаера, если под Снэфаера нет вообще никаких героев. Непонятно, да, потому что реально одна хорошая АОЕшка, а у Снэфаера есть. Да, да, и нужно что-то еще под нее, казалось бы, и ты цепляешься. То есть у тебя сейчас, смотри, у тебя еще идет ДК, он там кого-то, допустим, светит. И три героя хотят, чтобы он пошел вперед и кого-то просветил. А ДПС-систерон, некому это дело. Север не хочет бегать первым, Смойн Тхадр не хочет бегать первым. Сэфар хочет, кстати, из-за река стрелять. И ДК где-то ворвется, будет холдиться, ждать, пока команда подбежит. Бан Хускара, кстати, в последнем от Сайбер Легаси. Я так понимаю, что они все-таки ДК хотят поставить на мидл. В общем, в целом здесь уже, да, выглядит именно так. То есть последний пик, скорее всего, будет тройка какая-то. Или контрол в бан, Флайт Умун наберет Лешака. И это жесть. Какая больная, в ней. Сыгрыш 1-1? Ну, тут в одну калитку будет этот матч вообще. Вот прям если в Салат сейчас Сайбер Легаси, там их не убьют на лайнах, что маловероятно, и то они, скорее всего, вряд ли выиграют эту игру. Ну, на самом деле, в первом шереве, на сколько там было, 3000, я говорил, в этой игре с 10-ти его перевес с Сайбер Легаси, им этого не хватит, чтобы выиграть. Флайт Умун здесь в одну калитку должны закрывать, без каких-либо проблем. Давай попробуем придумать героя хотя бы, который чуть-чуть может ситуацию исправить. Мне кажется, нет таких героев. Попробуй, это стоит? Ну, я к тому, что вот из того, что мы видели, да, ПЛ здесь вообще не игрок уже после Решака. Что еще здесь? Ну, понятное дело, что он, скорее всего, и не появится еще в Ивер. Я про то, что у тебя еще против Инигу никто не появился, да? То есть ноль героев, ни БХ, ни Вивер, и ничего не делают в БКБшке. Бисмастер, бисмастер в бане. Всех забанили. Трайдер в бане из героев, которые пробивают. Ну, все еще Кэрри переводит. Кэрри Веншфул Спирит. Но против Шака, опять же, не очень хочется. Тройка Венга, кстати, один из вариантов. И Кэрри Вивера делать. Хотя будет Вивер, Снэпфайр, Элайн и Веншфул Спирит, Баунти Хантер, Рофл. Прям отлично. Звонит Зай, говорит, парни. Я врываюсь, сейчас покажу, как это делается. Ленинский способ, что их можете спасти. Это боль. Ну, по моим ощущениям. Сейчас смотри, они еще ломут поставят сварка в мид против ДК, если он там пойдет. И Шака подъедут, и нажать линию боковую. Это, значит, против Эникмой Кэрри не будет постоянно рейнджового крипа. То есть, минус баг, минус экспо. Они сами не знают, как из этой ситуации. Штарбат, да, штарбат. Все, последняя секунда, и это Шторм. Окей. Ну, вообще, на самом деле, Шторм здесь чуть-чуть, наверное. Ну, скорее сюда. Это, знаешь, первое время чумы. То есть, герой прикольный, герой хороший, стащить может, а выиграть нет. Увидим, увидим. На самом деле, по-хорошему ловить нечем. У него хорошая позиционка в тимфайте. Под Black Hole он попадать не будет. Так что, хоть что-то есть позитивное в этом все. Ну что, здесь, в общем и целом, я так понимаю, 90 на 10, да, в пользу для FTM? Да, даже больше, наверное, чем 90. Ну, 99 и 9, 9, хорошо. Будем надеяться, что на самом деле игра не настолько будет односторонней, насколько думают наши аналитики и я. Но мы с ним отправимся к Джему Милл Шторму. Ну, или, может, они быстро вернутся к нам обратно, я не знаю, за 20 минут. Интрига жива. Сайбер Легаси ведут 1-0. Смогли они перевернуть первую карту. Незаурядные драфты во второй. Вчера у нас Баунти Хантер прям сделал такую... Ну, как это назвать? Когда одна команда берет его, проигрывает, а другая потом берет и выигрывает. Это какой-то такой... Ну, типа, знаешь, смотри, как батя умеет. Вот. Я не получил... Так и назовем. Так и назовем эту ситуацию. Смотри, как батя умеет. Нормально. Вот. Ну, вообще согласен с нашей студией аналитики, то есть с пики. Мне кажется, что тут здесь реально перепик. Такое ощущение, что вот этот Шторм Ласпик, это прям реально как будто какие-то конвульсии в плане того, чтобы выдумать, как переиграть. Потому что непонятно, как здесь будет... Есть важный вопрос. Плывать? Не могу выкинуть его из головы. Давай. Зачем Кристал Мэю камера рядом с кроватью? Я знаю ответ. Но это не для эфира. Я думал, что он какой-то... Повышает качество стримов и собирается подрубать какое-то, не знаю, супер HD ультра качество. Это примерно, знаешь, как зачем стримершам две веб-камеры и больше. Понял. Ну ладно, мы как всегда, мы не можем говорить только о доте. Мы должны говорить о чем-то еще. Но, собственно говоря, я, честно говоря, верю в Cyber Legacy. Мне нравится их драфт, потому что вот этот Шторм на мид, это как раз тот необходимый магический урон, который должен был быть добавлен. Мы вот говорили об эсэфе с Александром, но, собственно, помимо эсэфа, есть еще Шторм. Он тоже довольно-таки бронированный. Он обладает довольно-таки хорошим магическим уроном с ремнантом своего с этого оверлоуда, если я правильно помню. Да, все верно. Вообще, в свое время, кстати, я опять же вспомнил такая кулл-стория из прошлого, когда я начинал играть в доту, оверлоуд, он настакивался. То есть Шторм делал три удара, и на четвертый гарантированно... Ну, как у Слардара, короче говоря. Он заряжал. Типа, можно было... Слишком сильно, по-моему. Нет, я правда такого не помню. Это, видимо, совсем давно было. Ну вот... Я такого не застал. Потом какой-то то ли шанс был, то ли что-то еще. Я, честно говоря, не помню, вот как дальше переделали, но потом сделали, что вот после каждого, типа, каста способностей. Ну, не знаю. Ну, то есть в теории, если ты набирал какую-то огромную скорость атаки, вроде бы должно было быть очень жестко. С другой стороны, урон-то не скалировался, то есть он был... Ну, постоянно. Да, но в защиту стоит отметить, что здесь у нас получается оффлейн Энигма. Это значит, Энигма при деньгах, которая будет богатой, и у которой будет БКБ, и достаточно быстро, и с Блэкхоллом реально будут проблемы у команды Собер Легаси, потому что бороться нечем. По-хорошему. С другой стороны, здесь, я так понимаю, вивер в саппорт у команды Собер Легаси и для коров будет под сейф. Наверное. В теории. Должен быть. Так, начинается размена ванпостами. Кстати, вот в Китае первым, что делают команды, обе они идут во вражеские лес и захватывают ванпост. Причем, ну, и та, и другая команда. Везде. А вот в каких регионах они поработал в последнее время. Все команды пытаются зайти забрать, он ничего не дает. И потом, как правило, команда какая-то переконтролевает. Не, но это логично. Это, типа, дополнительный какой-то контроль. Можно что-то подспалить. Просто вот здесь мы видим, что, например, Flight of Moon это сделали, а их оппоненты нет. И сейчас, ну, то есть, Flight of Moon имеют чуть больше и обзора, и дополнительную информацию получают. Просто почему Cyber Legacy этого не сделал. Так, у нас интересные изменения коэффициентов. Все-таки Flight of Moon остаются фаворитами, и GG Bet как бы еще не верят в то, что Cyber Legacy окончательно здесь могут. Ну, посмотрим. Вообще, интересно, БХ, у нас практически все виды баунтихантеров были. Вчера был БХ Кэри, дважды БХ на четвертой позиции от Алохи, и сейчас БХ оффлей. Да? Так, у нас перетяжка от Флая, так понимаю, вниз будет помогать там ставить Сларку наверху у нас Палантимос против Энигмы, ну, здесь все понятно. Палантимос, так понимаю, пока что без пассивки, да, он просто тут с Брестфайером, судя по всему, чем-то таким. А здесь у нас выпал крипов, или что у нас? Да, от Алохи. Заблочил еще спот. Или что это было? Что это был за муф? Ну, там Сентряк стоит, возможно, он блочит. Возможно, он, типа, сделал вид, что заблочил. Это реально next-level play, он сделал вид, что заблочил, чтобы потом это в центре не искали. Ну да. Возможно, вот так даже. Бабка тут пока и не сильно ищет его, но может быть потом как-нибудь. Ну, по крайней мере, в ближайшее время и чухнется. То есть, когда крибы не появятся на споте, возможно, искать и не будет. Вообще, это интересно. Окей, в миде. В миде у нас Лишрак против Шторм Спирита и там тоже неоднозначно все. А внизу у нас, кстати, рискует сейчас кто? Баунти Хантер, я так понимаю, отправится на первую кровь. Еще один удар буквально от Сларка, да? Сларк зарабатывает себе стак постоянный. Еще и фласточка пошла в итоге. Не удалось даже разменяться, как-то для Сларка. Ну тут на тончайшего было прям, на супер тоненького, я бы сказал. То есть вообще я слышал не самая лучшая идея вообще тачками как-то на линии со Сларком разменяться. могли, всегда выигрыша будет. Ну да, могли, конечно. Чуть-чуть бы еще там какой-нибудь фэррифайр. Все решил один удар. Но тем не менее, теперь у Сларка плюс стак, а у Баунти Хантера минус стак. Теперь сложнее будет чуть-чуть. Ну и самое главное, золото дополнительное заработано. Тоже все-таки артистаки, вот нужно понимать, что они не оказывают такого большого влияния за редким исключением. В основном это все-таки фарм. Сларку нужны больше шмотки. Стаки это уже какой-то супер лейтгейме, когда их там супер много. Или наоборот, если на Диком Сноуболе, если он там за первые 10 минут 10 стаков получает, это сильно. Знаешь, это приятный бонус в любом случае, когда у тебя какой-то дополнительный атрибут. Есть мидия. Кстати, Алоха подцепили, но Алоха все-таки играет. Как же он играет? Алоха просто поворачивается от всего и уходит. Как ни в чем не бывало. В итоге заставил сюда тянуться Снэпфайр. Снэпфайр сейчас на ноге будет возвращаться обратно на линию, а это значит, что свобода для Айнидма какое-то время по фарм беспокоен постоять. И все, в общем, хорошо. Здесь для ФТМ. Так, ну и пока на мидии чуть побольше имеет, конечно, Пикачу, но тут разрыв не такой уж существенный. Сейчас буквально еще пару хрипов под тавром добьет, наверное, и Паунс отлично залетает по БХ и БХ в очередной раз отправляется в таверну и в очередной раз дарит стаки для ставка. Слишком легко, ну и самое главное, что у Баунти Хантера здесь дальше-то будет делать. То есть он так и будет получать вот эту вот комбинацию Fortune Sand про Паунс, Fortune Sand Паунс и все. Да? А лох-то с миды не ушел. Лоха продолжает курсировать по линиям, понимает, что ему наверху делать особо-то нечего. Он там начальный левел, я так понимаю, помог получить инигми и теперь себе нужно как-то реализовывать. Там его, правда, под рунку сейчас прибегает Бигнум. Руна в итоге появится, я так понимаю, наверху. Да? Да. Руна ускорения. Стан в миде попадает по Пикачу. Пикачу несет себе бутылочку. Ему бы сейчас вот эту вот рунку бы законтролить. Хэппи Дюрара заберет ее себе. Отлично, чтобы не отдать айсбергов. Лишак забирал. Так, ну и окружает у нас шторма, ответное нападение сюда еще Бигнум. Как круто на хосте Дюрара все сделал с этой печенкой и вообще совсем. Ой, вот я не знаю, мне даже хочется немножко вроде с одной стороны переобуться, но вот мне все нравится в пике Сайбер Легаси и этот шторм и ДК на легкое нормально. Но вот, конечно, у них имбы ДК сложно иметь какого-то вот такого и какого-то кэри. Вот нет у них полноценного кэри все-таки. Ну да, ДК, чтобы полноценном кэри быть, ему надо очень много слотов. Здесь согласен. Какого-нибудь вивера что-то поставить и делать будут. Дальше туда. Так, и Сларк здесь все-таки не делает, не делает фраг, да, но было опасно. Баунтируны появляется на пятой минуте, подконтролил здесь Алоха, еще старую, еще заберет для своей команды и три Баунтируна или нет. Там у нас вроде как работает Дюррара. Дюррара тоже себе забрал, потому что Энигма с линии никуда уйти не может. У Энигма пока так себе по Нетверсу все. 1500, 200 УДК при этом. Так, 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 там Алоха не дают ему покоя курьера вражеские, даже на Тасике. Да. На Баунтихантер, на Тасике. Ну, здесь не будем говорить, что Баунтихантер от Сайбер Легаси должен был там убивать курьеров, потому что он немножко на другой позиции играет. Но, кстати говоря, он смещается куда-то на топ сейчас. У него еще нет шестого. Он выходит на Энигму. Энигму хотят подушить. Есть Миднайт Пульс. И втроем Энигму заберут. Скорее всего, Алоха здесь не успевал бы никак подсейвить. Я так понимаю, мана у него вообще там не было на Сноубол. Да даже если Сноубол, в кого катиться? Там только три героя, и они в любом случае добивали бы. Знаешь, вот как-то по красоте подсейвить чуть-чуть, чтобы потом дали... Ой-ой-ой. Это Равага! Просто Равага от Айсберга в миде залетает сейчас по двоим героям. Пикачу забирают, но, правда, сам Айсберг тоже погибает. Но в любом случае отличная драка получилась. Тут Дерара напрыгивает с печеньки по Алохе. Алоха получает плюху от Баунтихантера и тоже погибает. Два в один. Да, и в итоге не очень хороший размен. Да, он, конечно, получил экспу. Да, шторм еще не шестой, и за счет этого Лешак и сделал фраг. Но, тем не менее, думаю, что Леший-то хотел как-то просто убить и уж точно не разменять еще и суппорта в догонку. Пока нормально для Сайбер Легаси. Вот мне интересное решение, то, что Баунтихантер у них с линии ушел. Вообще, получается, изначально там оставили Вивера, но сейчас так вышло, что Сларк на фрифарме. И вот это решение не выглядит адекватным вообще. Ну, ты не хочешь оставлять никакого кэрри на фрифарме, особенно если это Сларк так. Ну, тут пульсного подрублено, и Баунтихантер погибнет, точно. Да, и Шарби залетают хорошие от Алохи. Алохо вовремя здесь оказался. Не рассчитали немножко силы сейчас Сайбер Легаси свои при попытке нападения на Айсберга, и за это поплатились очередным кагом. Определенно. Ну, там, конечно, Баунтихантеру стоит задумываться, ведь это все-таки тройка. Но видно, его не такой уж большой Нетворс. Опять же, к Сларку не прийти. Вот чем опасно так оставлять вражеского кэрри, потому что ты его оставляешь на 5 минут, а потом ты к нему уже и прийти в принципе ни на ком не сможешь. С другой стороны, я сейчас задумываюсь, и если бы сюда отправили ДК, то все было бы гораздо хуже для него, потому что ДК просто бы избивали КД в это время наверху нападает, но не хватает урона или хватит. Нет, вообще не хватает, чтобы пробить ним. И нигмой сейчас 6-й как апнет, но нет, подбиливается, даже тасик перетянулся, закрывают гиппедилару. Еще и так работает. Ну да, что-то прям как-то совсем не клеится. Кременько. Да, пытаются что-то сделать, пытаются как-то погангать по линиям, навязать какую-то агрессию, но ничего не выходит. Сейчас команды соберлялись. Третьего уровня, вот там 2-я джина, они бы убили эту Энигму, но тут уже какие-то супер просадки идут, они просто не получают всю экспу с нижней линией. То есть фактически на карте есть ну, грубо говоря, центральная верхняя линия, это допустим 80% да, экспы, еще там 20% от лес, но у оппонента есть еще дополнительная экспа и золото с нижней линии, который забирает сларк, все абсолютно в соло, никто сюда не приходит даже постоять на экспе, и вот сейчас они идут сларка этого убивать, но, как? Не знаю как, он седьмого левела, у него есть ПТ-шка в рейсбэнд, увидел просто Плантимоса, должен понимать, что скорее всего он здесь не один. И Сентряк у него стоит, то есть тут все грамотно сделали ФТМ, сейчас втроем как-то этого сларка подожди. Сейчас еще и перетяжка какая-нибудь будет от ФТМ, они еще и подерутся хорошо по таврам, увидел Баунти Хантера, и сларк пока что просто ждет, пока ждет, показывает сценарий ну и что? Ну и что вы сделаете ему? Ну давайте посмотрим, на что будет нападение, может быть кто-то прилетит на подсейв? Спаунс, три героя забегают под тавр, здесь уже Оракл, сларк в ультимейте регенится, и здесь уже Лишрак просто ест всех. Ну первым, конечно, погибает Драгон Найт, ну хорошо, а нет, не ушел. Нет, не ушел, там просветка висит, просветка висит на Баунти Хантере, да, и имеется Тим Тег, и еще один фраг должен быть прямо сейчас, или же нет? Слушай, на ЛООХП убегает, бх, а? Как сейчас слепую Сларк попробует, нет, не попробует. Ну повезло, что убежал с одной стороны, с другой стороны, конечно, как бы отдали ДК, ничего при этом особо не выиграли, да, не забываем, что это Кари ДК, как бы, да, это важно, потому что богато сам Баунти. Стороны с науболи на каком-то нереальном Вивер тратит шикуче, убегает промп под Лишрака и Таска тут же погибает, потому что очень маленький уровень. Хорошо для ДР, что у них остался еще Аванпост, хоть какую-то экспо не залутали, но по Испе какая-то просто беда самая настоящая. Потому что даже и Шторм при этом не супер какой-то, он даже проигрывает Лишраку, но БХ, Вивер и Бабка, вот эти три героя, ни один из них не имеет ультимейта. Это Эль Проваль, знаменитый. Но вот Бабка получается первая. А здесь уже первый Эникра имеется у Энигмы и все еще ждем появления, точнее, появления в игре первого Блэкхолла, да, который у нас по-любому должен быть. Ну, он такой здесь с одной стороны необязательное, можно сказать, оружие, с другой стороны, если оно зависит. оружие сдерживания, знаешь, такого, условно, что у нас он есть, и опасайтесь меня, а сама Энигма просто будет пушить в этой игре, судя по всему. Я больше про то, что тут и в Сларке очень серьезная сила, ну да. Ну, Блэкхолл вначале из-за таких вот сборок он там как пойдет, его легко сбить, потом появляется уже Блэккингбар, уже становится сложнее. Понятно, что чем дальше затягивается игра, тем важнее Блэкхолл. Синхронное ТП наверх, трек накинули, Энигму подцепили, станом летит Шторм, но есть подсейф, а Сларк уже на месте, поймали Шторман, и Шторман нужно тоже спасать, это Сларк получает Феллс Промис, забирает Улсу на Флая, сюда подтягивается также Алоха, Шарды пошли, ну и на этом драка не заканчивается, потому что Шторма все еще хотят пробить, Сники прожал Пикачу, за счет этого уживает, Сларк продолжает набирать стаки, но у него, правда, нет Шотов Дэнса, поэтому нужно быть аккуратнее Витюна, Витюн, не удалось подцепить Дюрару, Дюрару просто выпрыгивает на печеньки, а в это время Алоха погибает или нет, под треком Алоха погибает, погибает, все-таки здесь очень так и Айсберг Пикачу не смог забрать, он не смог забрать, на таких лоу хп-шечках там опять на тоненького было все под Тавром, да, и это был фраг очередной под треком, если не ошибаюсь, да, это еще плюс деньги для команды Соберлегися. Какая-то суперпозиционка, у нас такая позиционная борьба, вот как раз-таки здесь в этой драке, я думал, что сейчас они нападут, может быть, стоило как-то подбайтить на эту Энигму, дать ей в конце Фолс Промис, что-то пыталась развернуться, но не получилось, то же самое и Сларк, чуть-чуть его не хватило, лишь шаг вроде фуловый забежал, но переагрессировал, что делает Баунти Хантер, я не понимаю, он решил подойти к Сларку с ДД и своровать у него немножечко денег, ну да, там в центре как бы стоит и поймали его на этом моменте, да, и мы видим, это позволяет очень серьезно вырваться вперед Пикачу, он там сразу возглавляет таблицу Нетворса в целом на карте и должен по идее приумножать скоро появится Кая на него Должен быть сноубольный такой шторм, который у нас был вчера По-хорошему, да, он должен сейчас бегать с командой по картам искать возможности подраться, по треке по те же врываться как-то потому что терпеть не самый лучший вариант против Сларка в миде Как же легко закидывает айсберг стана я не знаю, прям как будто у него автонаводка там какая-то работает Я уж который раз вижу, как просто он заходит на ноги и кидает стан без какого-то иула там без ничего такого Айсберг в принципе довольно легко закидывает так что не стоит удивляться станы просто подходят идеально под эту терминологию так сейчас будет смог судя по всему под что под наверх под тавр под сабельку я не знаю обычно просто видишь такое под баунти руны какие-то так ну что видит ДК видит вивера кого первым будут забирать ДК тоже толстоват в итоге решили на него сюда перетягивается БХ попытаются все влить в Драгон Найт а там Снэп Файр настреливает Драгон Найт в итоге забирают не сгорает айсберг потому что получает Фолс Кромис врывается сюда Пикачу Алоха погибает по трекам а Олвис Монофлая буквально одного удара ему не хватило чтобы забрать в итоге добивает его Пикачу но сам попадает в стан и вот он Блэк Холл по троим героям и просто айсберг сейчас будет пожинать плоды с команды Сайбер Легаси да вместе со Сларком ну очень-очень хорошо я сейчас выбрал позиционку Генерал и вот этот самый момент да прям к нему запрыгнули три персонажа не смог удержаться Шторм чтобы не залететь не попытаться добить этого Оракла но в целом очень агрессивная игра от Флайта Муна они пошли за этим ДК несмотря на то что он уже ушел и под вышку и в кустах была Снэмфайр и они в принципе понимали что здесь их могут ждать и все равно хорошо разменялись то есть вот настолько силен их пик да вот он наконец-то появляется Юл и здесь появляется также Баунти Руна которая забирает Баунти Хантер хорошо плюс денежки для команды с другой стороны там внизу кушится линия Тауэр падает потихоньку генерал здесь подфармливает получает трек может умереть ну кстати да но урона не так много летит сирикенщик жухаух висит и да жук съел то есть ты должен сбить жука если его не собьешь ты получишь тонну урона ой Витюн Витюн получается шаду дэнс шаду дэнс спасает пока что ситуацию Витюн Витюн прям боец тут он реально до конца он сейчас практически от опять одного удара не хватило но правда в этот раз удара не хватило чтобы делать фраг Витюну в прошлый раз он делал фар что за авантюры что за авантюры лоху могут забрать но правда сюда прибегает айсберг и сейчас просто всех выжигать будет почему Витюн так рискованно сыграл находясь где-то на территории оппонента дело в том что у него был телепорт на момент когда он прожил шаду дэнс у него было достаточно хп и телепорт не в кулдауне я специально обратил на это внимание потому что это единственное что могло ему помешать оттуда просто улететь ведь нет героев которые могут застанеть его за исключением с напфайр печенкой но она уже ее потратила и вот это вопрос снизу драгонайт пока что живет пульс снова работает сюда перетягивается Сабер Легаси спасает Пантимоса но ненадолго сделать бы еще один фраг на развороте забрать бы этого Лешрака но не получается прыгать вперед Витюн ничего не боится у него пока что только шадов амулет он ему милый кстати играет за счет чего живет нормально нормально ну там просто боятся его ульта хотя которого нет на самом деле могли после ворваться но еще и боятся что подойдет Лешрак там даже заберут Сларка но станут в кучу опять под какой-нибудь стану Лешрака все-таки Драгон Найту тяжело против магии пока но Тайсберг на Лешраке он прям чувствует этого персонажа очень хорошо так тут у нас закрыли БХ но филигранная игра от бабки спасение еще и время потянули диаболики в пустую поработать в холостую ну Тавру в любом случае заберут здесь у нас игроки команды ФТМ это еще плюс деньги для них и они вырываются так неплохо вперед по экономике ну самое главное не видно вот игра вроде идет вот равные там молодцы Сайбер Легаси но не видно за счет чего дальше какие перспективы то есть пока что они как вот они как какой-то такой вот мореплаватель в лодке который плывет и у него дырка в этой лодке и он вычерпывает ну столько сколько может воды но рано или поздно лодка затонет единственное что может спасти эту лодку это вот Шторм Спирит да на каком-нибудь с хорошим регеном маны который будет летать контроль на него тут конечно имеется но наверное успеть закинуть да с нетерсом который будет сильно больше чем у оппонентов а у него нетверс не сильно больше так вот ласт хера если не убьет курицу то это увольнение с поста баунти хантера но он убивает курицу да уважаемый баунти хантер возвращается кстати потому что драк возможно будет да поймали здесь у нас айсберг идет вперед стан закидывает по двоим сюда потягивает соус на флай прекрасно понимает айсберг если что он получит фелс промис у него хоста еще он поэтому бояться нечего да и вообще не попасть чем он реально вышел один в четверых там всех застанел перестанел он конечно никого не убил но оппонент как бы всегда но пугал как бы да отступили с оберлегаси понимают понимают что драться пока что для них не вариант но проблема в том что и потом будет не вариант когда если сейчас сларк очень сильный или шаг не слабый у тебя шторм не сказать что слишком круто качается и самое такое немаловажное это все-таки blackhall enigma и вот коэффициенты в подтверждение наших слов пятерочка на соберлегаси ну почти как знаешь в магазине на диване 499 все два по цене одного за 499 звоните прямо сейчас а если вы дозвонитесь в числе там первых десяти то в бонусном получите что-то еще вот так в миде в миде опять витюн искал кого подцепить в этот раз у него уже имеется забыл называется артефакт представляешь шалу сто лет не собирал просто так но с другой стороны здесь сейчас возможно нет не будет ничего потому что врываться вдвоем на одного флая серьезно да вы что делаете ну выхожу прекрасно видел что вся команда рядом и уже знали что есть по-любому тебя под контролем ребят кому знаешь что говорит айсберг после своей фирменной двоечки давай два по цене одного да да это знаешь как я вспоминаю видос этого первого вырубил второго по приколу вырубил так то он симос здесь поймали но он убежит судя по всему хотя команда бежит сюда он вынужден прожимать форму откидывать стан а здесь уже айсберг с фирменной двоечкой сейчас кого-нибудь поймают и ведь он тоже на месте летит уже портунсент в итоге под ддшечку и что прямо под т2 вот так побегут ну слушать ну слушать сейчас умрет по цене по цене по цене восьмерых восьмерых как-то так сейчас вышло да и отдают просто нереальное количество денег сейчас просто они забыли что я хочу тоже знать что такое два по цене одного ну да очень очень интересная дота у нас начинается с качелями но я бы сказал что такие качели они конечно баунти хантера слишком сильно в игру возвращают что ли и слишком серьезный импакт от него от таких разменов ну опять же смотря с чем сравнивать у него нетворд все еще оставляет желать лучше опять же не забываем что это баха тройка в этой игре но появляется блатстоун для пикачу теперь по мане проблем быть не должно еще еще опаснее становится ну слушай фтм неугомонно они продолжают давить ну что попытка номер два под тавр в том же месте в тот же час сюда перетягивается как раз айсберг вот хорошо но правда в этот раз ждем блокола все ультимейты есть да супер сильно давят я вот прям даже не совсем интересно почему флайтумун так сильно давят чего они опасаются в лейтгейме вообще по-хорошему да у вас вроде бы сларк не понятно этим давлением они только оттягивают скажем так момент своего триумфа что ли потому что они уже третий четвертый раз вырываются и баунтихантер вносит шторм уже топ-1 да вот то есть да еще одна драка и он уже оторвется немножечко а там глядишь и блатстоун а если ты в пятером умираешь под блатстоуном шторма это худшее наверное что можно сделать да собираешься времени зря не теряю да сплит пуш этого разбирают хорошо блатстоун бакб дальше блатстоун уже есть да дальше бакб будет появляться и все ясный вариант это как-то попадать в black hole самому по-хорошему потому что но вариант что он тебя прыгнет энигмы засосет но крайне маловероятен учитывая что у них ничего для этого нет блин к более того есть опция как вот нунчик делал реально очень круто так но бегну мы нашли засмок тут кстати уже шторм на месте и шторма бы подсейвить как-то никак я понял ну в принципе нормально ну немного ворвался может быть мистер шторм хотел нажать свой блатстоун например чтобы дать себе какую-то перекачку я просто не уверен что у него там мне вроде как эмана хватало если он на пол внимание ворвался он я просто вот 930 сколько стоит у него блатстоун сколько там там много маны но там в процентах по-моему ну ладно ну короче говоря не факт что ему хватило бы ну ладно и все кстати началось из-за этого вивера и опять продолжается из-за этого же вивера у него на этот раз нет ультимейта в этот раз его забирают вообще в той ситуации все было бы неплохо просто забрали либо вивера это получается вивер по цене целого самокат оппонента это нормально то есть вот мы видим команды не совсем понимают такие вот приходит дк куда-то подает подстан дк пока что блэдмейл прожал но его отрезают шардами скорее скорее всего дк четвером блэдмейл не работает четвером как бы слишком много урона получается плюс товар бх приходят сейчас еще его свет процвет у них что они проблемы с управлением почему спустился хайграунда почему они не могут затормозить на нужных вещах на это рубик из прошлой карты который не может остановиться мы вчера как бы думали а что будет если играть в доту на джойстике вот такое ощущение что у некоторых игроков на джойстике реально там знаешь вообще это была бы интересная механика в доте если ты разогнался до какой-то определенной скорости тебе бы реально было сложно резко остановиться представляешь там несешься на каком-то сикере максимальным ускорением на маржах кататься в этой была когда у рубика убивать собирать монеты кататься на маржах да-да-да-да-да-да-да-да это было бы очень забавно поймали баунти-хантера здесь все-таки кстати есть такая механика в доте которая вот когда ты разогнался оп-оп-оп сжигает красиво когда ты разогнался и тебе реально тяжело так Витюн давайте посмотрим на него у него есть паунс есть сноубол и похоже погибает шторм благодаря еще один стак миднайт пульс опять поймали драгоннайт а драгоннайт прожимает бэтмейл но как говорилось на бэтмейл всем плевать когда вся команда бьет короче есть механика когда ты иногда разгоняешься и вот тебе хотелось бы как-то быть помедленнее это механика пангольера потому что если ты разогнался и в какой-то момент неудачно нажал прыжок вот этот вот ты зачастую оказываешься вот в этом как раз в лузе и начинаешь флексить там с этим шаром на месте ну то есть в какой-то провалился в текстурку там в какую-то микро щелочку и все так ну у нас теряют центральную линию ребята из команды Сайбер Легаси довольно быстро и легко ничего они не могут сделать игрокам команды фтм да фтм уже нападают вот эти вот все аркадные врывы которые были они работать начинают то есть если в начале они не работали то сейчас они начинают работать и уже даже такому не могут сопротивляться Сайбер Легаси опять же у них нет кэри шторм не вывозит один ему нужно вывести и Лешака и Сларка он не справляется ни с одним ни с другим еще есть Энигма с философским камнем 2000 золота Мека 3-я Некра можно Грейвзы взять можно БКБ Блинк Грейвзы уже летят но у нас драка намечается возле Рошана там Аганим появился у Вивера если что будем это держать в голове можно будет сэвить тиммейтов но тут Фолспромис успевают накинуть и Вивер видимо заюзал да тот самый Аганим да чтобы не подсэвить шторма но погибает Драгон Найт это если что кэри Драгон Найт поймали шторма и он получает станд шторм спирит тоже в таверну 2 хора погибло есть байбек по-моему драка проиграна в салат и какой смысл было байбек это не совсем понятно потому что ДК без байбека ну то есть шторм 1 пойдет драться что ли сомневаюсь сильно действительно в салат ну все ГГ да я сейчас помнил что кто-то с комментаторов говорил раньше регулярно в салатье такое в салатье? в салатье? в салатье? не знаю насколько это уместно но драка действительно была проиграна очень жестко потому что даже Блэкхолла не было там вот Блэкхолл закастован был после надписи ГГ просто ну просто просто для того чтобы дать потому что можно уже да вкастовать и не беречь его на всякий случай вообще Энигма была хороша как и ты говорил что у нас Энигма даже не за счет своего Блэкхолла была опасна за счет того что просто пушил Блэкхолл мы видели по факту только один то есть и все вот ну и получается один-один и все решится в третьей карте но не сказать что прям игра была какая-то одноколичная я тоже в какой-то момент и поверил в Сабер Легасе что не могут перевернуть как-то в этой игре но немножко не получилось ну что ж мы передаем слово нашей аналитике которые более подробно вам дадут анализ да спасибо большое нашим комментаторам игра получилась даже интереснее наверное чем первая карта и с каждой прям каточкой у нас все лучше и лучше шпилки идут медиа показывают своим лицом что нет ничего подобного совсем одни ворота хотя бы они хоть как-то воевали здесь даже плохие мувы были тоже все еще только от одной из команд вторая в это время ничего не делала просто пыталась поймать удачу за хвост но удача от них в лице поэтому он вернулся печаль печаль беда ну а у нас как раз таки повтор начинается давайте наверное с лейдинг стади начнем там понятно что поэтому вроде должно было быть все лучше без разницы на самом деле лейдинг стадию сколько бы они тут не набрали на этот лейдинг стадию просто дота рано или поздно приходит к тому что ты начинаешь драться 5 на 5 и у тебя в драке 5 на 5 единственное заклинание которое есть это ульта снапфайра и ты как бы вообще не можешь ничего сделать когда на тебя начинают идти там таски или шираки какие-то это все опять по дорогам тебе нечем пробивать тебе нет ресурсов пробивать и вот почему-то это происходит каждую вторую игру все пытаются играть каких-то сборная солянка вот они где-то увидели вивера у Virtus.pro классный герой еще Аганин соберет и будем тут не умирать в драке где-то там еще кто-то какого-то героя увидел на самом деле баланса нету выборочно героев убирают потому что они крутые кто-то где-то с ними классно отыграл но в комбинацию они вообще никак не входят по моим ощущениям на самом деле больше всего убивался из всего этой структуры то есть вот он я не очень понял зачем он был здесь за ДК все понятно неплохое исполнение этаполон Тимаса Пикачу понятное дело на своем любимом Шторме для которого особо ничего нету можешь это обосновать? ну ладно хорошо в БХ еще тоже можно поспорить я согласен но самое главное это Вивер я не знаю что он тут делал то есть у меня не было ощущения что он присутствует в четвертой позиции его концепт то что он сэвит ультимейтов когда получает Аганин введя Шторм с Фуллмана влетает и возвращается с Фуллмана влетает и у тебя ДК которого не вкуснут из-за жира то есть идея с Веера на самом деле не самая-то и плохая под учет ДК под учет Шторма но тебе не достаточно никогда двух героев что будет трех героев тебе нужно все пять и вот кто убивался здесь ты как герой который не могут ну закомбинить или жить то есть у тебя концепт в том что надо убивать героя в противниках под Оракол нужно было убивать Оракол то есть у него не хватало героев которые будут со Штормом вместе забираться и давать этот самый дамаж во флая во флая да ну и вот как раз таки файты которые вроде как все еще были на стороне Сабер Легаси но потом в окончании они их подзаливали но все еще имели хорошие ну нетворс нормально то есть никакой доминации там ну да но это конечно печально я про то что ты можешь играть со счетом в 0.40 но если ты трон упал где в 40.0 то ты играл то ты не умеешь они делают какие-то киллы да но вот именно то что они перейдут в атаку тут вообще как бы не пахнет даже то есть если я каждый игрок играть до расчета что противник будет заходить в мою лес со мной надраться из раза в раз не формируя свои линии не зажимая меня по карте а просто заходить отдаваться я бы наверное имел 2015 просто потому что это было бы очень забегов от таких особенно дурацких но при этом их настолько крепко бустировал их драфт что это их не вывело в поражение так и есть так и есть но как-то игра все равно шла-шла себе и вроде казалось бы может быть какая-то финальная одна драка хорошая позиционка какие-то артефакты могут все равно не отлегаться но нет вот им нужно было где-то на минуту на 20-й минуте иметь 5 блокинбаров чтобы просто нормально драться ну откуда они эти артефакты возьмут правильно там один елена скрести то можно где-то до 5 это прям как дулоны да да просто ну и опять же не должно быть игры и ситуации в которой у тебя ноль героев стоит против вражеского сларка на линии все ушли насколько кстати был оправдан вообще шеллблейд на сларке вот этот вот олдскульно пабовой нужен ли он был здесь не знаю понятно что он выиграл ну типа я допускаю что идея была в том что когда ты выгранешь сильвер и будешь убивать декая быстро наверное такой был план гений не буду гарантировать что именно такая массивала не в голове а не просто он рофлил с них что-то вполне тоже может быть ты ближе допускаешь неразумная причина просто что он рофлил ну типа да то есть мы парни еще бест соберу переедем сбор это же ну команда в которой любой кол может иметь место это правда и они могут быть как дотерами высшим разряд так и ребята которые там в девайсик играют и так далее у них от первого режима до второго режима буквально там один чих ну по факту это одна карта да потому что предыдущая явно была про скорее то что мы что хотим то играем а у противника тоже да да потом смотрят призовые за лигу таки лак в игре ну да 150 кусков долларов ритмач аналитики понимаешь что я говорил по поводу cyberlegacy что они вот иногда они юзают огромный пул персонажей огромный пул персонажей пытаются там у кого-то где-то подворовать персонажей использовать там ту же стратегию какую-то но до конца понимают как это делать и каждые там 4 игры с 5 одно и то же происходит то что произошло вот здесь в данном драфте и вообще в идее самой игры концепции игры раз очередная развалка шторма и вот в принципе с вот этого файта все уже и полетело после 25 минуты уже было понятно прекрасно что фтм и закроет это ну то есть нам-то было понятно что с момента драфта мы говорили о том же 99% пользы фтм но все еще интрига сохранялась пикачу например на мой взгляд очень трайхардил он прям мвп он всегда находил урокла просто не хватало пароль дамаги или даже если они убивали урокла все равно его команда ничего другого сделать не могла но я все еще честно говоря и сверху после вот этого баунтихантера и миссивиром не понимаю снапфаер который мы говорили во время драфта не хватало контроля от нее че под нее что-то она конечно делала а что делала не очень ясно ну и показывать нам стату тут все очень просто я нашел пасхалку в гп да? ну-ка я не буду это объяснять ты справишься убираем нолик с правой циферки типа того понимая понимая хорошие пасхалки и конкурсы интересные вот кстати по поводу конкурсов друзья напоминаю то что во-первых вы можете dota2.ru slash gg смотреть и присоединяться к обсуждению матчей вот и вообще рассказывать какие классные драфты у нас здесь на этой лиге вот а также конечно же пишите нам в инстаграм точнее выкладывайте stories в инстаграм как вы смотрите нашу трансляцию или как вы просто отдыхаете с хэштегом рухапком и dota2.ru хаб вот отмечайте собаку соответственно самые интересные самые лучшие у нас будут появляться на вэпире митяй тебе рандомное слово собака да нет нет я просто нашел интересный мемасик окей что же друзья отправимся наверное на маленькую паузу я не смотрю что она будет супер кратчайшая то есть минуты 2-3 максимум и мы вернемся обратно со второй карты второго бэлэ 3 сегодняшнего третий прошу прощения как вы но можно месить месить месить